Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Создают прототип сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Его первый полет намечен на 28 февраля 1968 года. Что ж, тулусцы могут гордиться своим уникальным детищем. Это уже Лион, город с почтенным двухтысячелетним возрастом. Еще со средних веков общепризнанная столица Шелка, а ныне машиностроение, химия, окруженное широким поясом индустриальных пригородов. Здесь, в Лионе, продолжались встречи с трудовой Францией. Исключительно радушен был прием на заводе грузовых автомобилей в Берлие. Высокого гостя заинтересовала первоклассная продукция, выпускаемая фирмой Берлие, равно как и любопытный музей собрания старомодных экипажей, первенцев французского автомобилестроения. Алексея Николаевича Косыгина в этот день, шестой день во Франции, тепло приветствовали и на заводе синтетического волокна «Дель Этуаль». Кстати, его специалисты принимали участие в строительстве химического завода в Ереване. Встречи продолжались на заводе «Дель Альстом». А это нефтеперегонный завод «Рон Альп». Характерная деталь. Это предприятие, основной объект национальной нефтехимии, использует нашу советскую нефть. В горных долинах провинции Дофине последний этап поездки. Это Гренобль, город Стендаля и Берлиоза, притягательный центр альпийского туризма. Сто лет назад провинциальный Гренобль славился производством перчаток. Сегодня это район крупного сосредотачивания промышленности. Советские гости посетили предприятие компании «Эрли Кит», где изучается свойство газов при низких температурах. И разумеется, с особым вниманием был осмотрен Центр ядерных исследований. Пояснение давал известный французский физик профессор Луи Нейель. Резиденция советского премьера на Кедорсеев в постоянной журналистской осаде. Мсье Косыгин, ваши впечатления о Париже? Париж всегда Париж. Прекрасный город с героическим прошлым. В Сорбонне 700 с лишним лет. Это старейшее в Париже учебное заведение. Сейчас в Сорбонна крупный культурный и учебно-научный центр Франции. В большом салоне университета состоялась церемония встречи. Гостей приветствовал ректор Сорбонна Жан Рош. В главе советского правительства вручается памятная золотая медаль. Алексей Николаевич Косыгин отметил большое политическое значение развития сотрудничества между нашими странами. Мы уверены, что наше сотрудничество в области экономики, науки и техники, наши обмены в области культуры и искусства, также будут крепкими. Товарищ Косыгин передал университету берестяную грамоту 14 века, найденную в Новгороде, во время недавних раскопок. Это ценный памятник культуры Древней Руси. Роспись в золотой книге Сорбонны. Народ Франции, как и народ нашей страны, с удовлетворением принял советско-французское заявление, подписанное в Париже. Сделан новый крупный шаг в деле превращения советско-французских отношений в отношении более тесного сотрудничества, согласия и дружбы, опирающиеся на фундамент широкого совпадения основных жизненных интересов советского и французского народов. Советский Союз и Франция исполнены решимостью использовать все свои возможности для того, чтобы содействовать избавлению нынешнего и грядущих поколений от бедствий ядерной войны. Во французском общественном мнении крепнет уверенность в том, что добрые отношения между нашими странами не носят временного характера, а следуют той традиции, которая издавна существовала между Францией и Советским Союзом. Широкие перспективы открываются для дальнейшего укрепления дружбы между советским и французским народами. Для их сотрудничества в деле сохранения мира в Европе и во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова